Привет, друзья! Я Иван Савин. Вы на моем канале. Если вы еще не подписаны, самое время подписаться. Итак, мы приехали в Черногорию, в город Тиват. И отсюда начинается наше небольшое путешествие по Балканам. Ну, что сказать. Поехали! А по прилету в Тиват нас ждала арендованная машина. Тойота Ярис. Мы забронировали ее заранее. И на 4 дня машина обошлась 60 евро. В аэропорту нас встречал менеджер по выдаче авто с табличкой с нашим именем. Ну и все. Она по-русски стесняется, тетенька-бабушка. Ну, на смеси русского и сербского. Ну, понятно, короче, что говорит. Да, так. Все объяснилось, все рассказала. Да, и все. Взяли машину и едем. И сейчас первым делом заедем покушаем. Да. Очень хочется. Да. То, что писали, правда в интернете по поводу того, что пишите, не пишите, терминал не возьмут с собой. Да. Готовьте наличные деньги. Все. Едем дальше. Итак, друзья. Первым делом заехали подкрепиться. И взяли местный фастфуд. Вот такой вот бургер. Смотрите, как он огромный. Вот. Называется Плескавица. Как правильно? Пуньена Плескавица. Пуньена Плескавица. Стоит 3 евро. Ну и пиво отместный дегустируем. Никшечко. Никшечко. Пиво стоит 1,70 евро. Вот в таком вот небольшом заведении со фастфудом. Ну, сейчас подкрепимся. Пойдем дальше. Бля, ну дед, ну это хорош. Плескавица-то лютая. Просто огромного размера. Разорви еду называется. А котлета просто огонь. И внутри у нее ветчина и сыр. Вот такая вот. В общем, за 3 евро это просто огонь. Всем советую. Ну что, друзья. Покушали Плескавицу. Слава-то съел, я так не осилил. Реально большая, реально много, реально вкусная, кстати. В общем, сейчас... Пуньена. Плескавица. Да, там котлета с начинкой. Ну, я вам это рассказывал. А сейчас едем, в общем, в Хорватию, в Дубровник. Так, первым делом мы сейчас заскочим в магазин. Призотариться, чтобы два года назад у нас была еда. И на пароме через залив сократим таким образом путь. И в Дубровник, в Хорватию. Это какое Адриатическое море получается? Да, это залив Адриатического моря. Переплываем заливчик на пароме. На машину ценник 4,5 евро. А людям бесплатно. Так-то мы сокращаем достаточно много расстояния. Чем вот так вот вокруг все объезжать. Ну и плюс красиво. Полюбоваться есть на что. Весь путь на пароме у нас занял минут 20, плюс-минус. Это с покупкой билета, погрузкой-выгрузкой и непосредственно самим плаванием на пароме. А где-то встречаются вот такие вот темы у нас. Дороги нет, ремонт, и вот пробочка образовалась. Типа что... В сторону Хорватии. Типа что сербского лазаря выключили. Подъехали на границу с Хорватией. Перед нами две машины. Это с Хорватией или с Боснией? С Хорватией. С Хорватией, да. Поближите, подъехайте. Папиро добыто. Папиро, бумага идет. Спасибо. До свидания. Все, прошли Черногорскую границу. Едем на Хорватскую. Вот и Хорватская граница. У них Евросоюзовский значок, да, уже? Да. Вообще прикольно. Никого нету. Данкишон. Все, прорвались Хорватию. Границу проходить вообще одно удовольствие. На Черногорской границе перед нами было две машины, а на Хорватской ни одной. Все, теперь Дубровник. Хорваты редкостные мудаки. Взяли мне штампель, поставили прям в слизне паспорта. По диагонали, криво, косо. Одним словом, албанцы. Дороги в Хорватии, как и в Черногории, очень хорошие. В принципе, да, без ям, без всяких колдоебин. Ехать, в принципе, одно удовольствие. Даже не особый серпантин. Наконец-то море. Адриатика. Красота. Красотища. Королевская гавань из Игры престолов. Да? Ага. Отбойник все мешает, оголосит. Дубровник, встречай нас. Ну что, приехали мы в Дубровник. И припарковались на бесплатной парковке. Вот здесь вот. Прям на этом ядреном траке. И сейчас пойдем гулять по старому городу. Вот такая вот красота в Дубровнике. Сейчас пойдем туда гулять. Огонь чувствую там. Спускаемся. К старому городу. Так вот, Куртанская лестница. Вот он, старый город. Какая крутая лестница. И столько фонарей. В общем, круто. Идем гулять. И Кандеев. Не меньше, чем фонарей. Как же без них тут. Похоже, вышли на центральную улицу. Или центральную площадь. Вот такая вот она, Куртанская. Сюда скользко даже. Класс. Народу мало. Никого нету. Эх, ходи, гуляй. Красота. Чем-то мне готический квартал Барселоны напоминает. Такой же, наверное, архитектурой, что ли. Ну, сходство есть. Как по мне. Говорят, что где-то здесь снималась даже... Теория... Теория вообще взрывалась. А знающие люди говорят, что где-то здесь даже снималась часть или что, фрагмент Игры Престолов. Видимо, здесь где-то бегал Джон Сноу. Или как его главный герой. А вода просто огонь. Смотрите, какая прозрачная. Там метр три, наверное, до дна. И это прямо у самого берега. Класс. Яхточки стоят. Лодки любви мужчин. Вокруг крепости очень круто. Всякие валуны, камни, ступеньки сделаны. Можно погулять, полазить. И волны бьются. Вообще классно. И тепло, и вода чистая. Просто супер. Дошел я максимально, докуда можно добраться. Но, наверное, в большом желании можно и здесь перепрыгнуть и дальше пройти гулять. И вокруг всей крепости обойти. Но я не пойду. Я пойду обратно гулять по городу. Продолжаем гулять по старому городу. Пустынный город. Народа очень мало. Видимо, местные только здесь бегают. О, местные коты. Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Отзывайтесь на кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Вот так вот шатаемся по таким вот узким улочкам для Бровника. Вот так вот. И коты с нами шатаются, он бегает. Кис-кис-кис-кис. Что ты, котейка хорватская, как тебе здесь живется? В старом городе очень много ступенек. И вверх, и вниз. Не знаю, видимо, пенсионерам здесь очень тяжело. А также малобобильным гражданам и людям с детьми. Ну, хотя, может быть, они уже к этому привыкли. И их это не напрягает. И только одинокие коты шастают по улицам Дубровника. А тем временем вечер упал на Дубровник. И вот мы уже по вечернему Дубровнику шастаем. По старому городу очень круто. Народу мало, туристов вообще практически нету. И очень круто. Прям вообще огонь огонь. Летом, наверное, здесь не очень так прикольно, как сейчас. Вот даже здесь есть Мерчуха из сериала, видимо. Хотя сейчас не похоже. Улочки тут очень узкие. И, соответственно, в старом городе нет транспорта. Ему сюда тупо не заехать. Даже велосипедов нет. И это хорошо. Город только архитектурой своей средневековой напоминает мне готический квартал Барсы. А так почти все улицы и переулки здесь либо параллельны, либо перпендикулярны друг к другу. В плане город очень четко прочерчен. Ну, видимо, какой-то смысл в это закладывался. А теперь топаем в горку. Вон туда вот. А потом еще, еще, еще. Где припарковали машину. И в номера вписываться. В городе очень много мелких таких вот декоративных деталей. Очень классно смотрится. А вот эта улица сверху. Класс. Схема старого города. Ну, в принципе, здесь все понятно. Ступеньки сверху вниз. С фонарями узкие улочки. Ну, вот здесь мы прогулялись. Вот здесь мы были. Вот так прошли. Здесь. Здесь вот центральная эта улочка. Ну, в общем, походить, погулять. Ну, в принципе, здесь все уже одинаковое. Часа на два, наверное. Это центряшка. Ну, все-таки круто. Обойти. Вот сюда вот прийти. Вот здесь по камням поползать. Очень круто. В общем, советую. Особенно в несезон, когда мало народу. Очень круто. А это уже карта центральной части Дубровника, где нанесены отметки повреждений при бомбардировке, авиаударе, не знаю, что здесь было. Во время войны в 1991-1992 году была полноценная осада Дубровника с сербскими и черногорскими войсками. И вот... Югославская армия. Да, Югославская армия. И вот повреждения треугольнички. Это что, Слав? Треугольники это поврежденные крыши прямым попаданием. Красные прямоугольники это сожженные здания. Не так много, кстати, буквально немножко. Белый треугольник это крыши, поврежденные шрапнелями, ну, осколками. Ну, это не так, это уже серьезно. А красный, ой, черный круг? Прямое попадание, ну, типа в стену. Прямое попадание в стену снаряда. Вот так вот стены крепости с подсветкой ночной. Класс. Потому что ночью можно очень прогуляться круто. Город не закрывает вроде как. И внутри все вымирает. И очень круто погулять. Так что всем советуем. Ночные прогулки по Дубровнику, по центральной части, однозначно стоит сделать. А вот так вот выглядит вид сверху на ночной центр города Дубровник. Круто. Сидим в тачке на адресе, где у нас забронированы апартаменты. И ждем хозяйку. И тут закралась мысль, а не кидок ли это. Было бы пично. Слава, он же ночует в машине. Сейчас я скоро так же прилягу рядом. Ну, ничего. Надеемся на лучшее. Ну что, ребят. В общем, это нифига не кидок. А это реально апартаменты. И вот такая вот у нас здесь получается терраска. С таким вот офигенским видом. Где мы будем сегодня сидеть и пиво схлебать, и любоваться. Так, заходим внутрь. Вот тут у нас две кровати. Кондиционер уже включили. Шкафонер, телек, Лига чемпионов. Сегодня будет. Так, здесь такая мини-кухня. Холодос, плита, чайник. Тут посуда-то есть, посуда есть какая-то. Ну, отлично. Ну, и вот такой вот уголок душевой. Толкан, кабинка, даже фен есть, водогрей. Ну, в общем, круто. А сколько мы за нее заплатили? 1800. Сколько на 1800? 1800 с чем-то, с копейками. Ну, в общем, пока круто. Все, моемся и отдыхаем. Ну что, друзья, скажу честно, за сегодняшний день я подустал, конечно. Насыщенный был. И вот у нас окончание вечера. Вот такой вот вид на город. И вот сейчас буду дегустировать хорватское пиво. Такое и такое. Это наши деньги стоят где-то рублей 80. А это наши деньги где-то рублей 95 стоят. Вместе с старый. Старый здесь отдельно тоже платится. Что касается Дубровника. В принципе, вот этот старый город, в котором мы сегодня гуляли, он, в принципе, крутой. Да, вот. Его стоит посетить. Только, наверное, не в сезон, когда жарко и народу много. А в не сезон, как мы сейчас. В феврале приехали. Очень круто. Народу мало, туристов еще меньше. Ходишь, гуляешь. И кто тебе не мешает. Фотки делаешь, видео снимаешь. Круто. Ну, а так, больше здесь, наверное, делать нечего. На пляже куда-то ехать, я не знаю куда. Но это летний отдых только. А летом здесь очень дорого все. Завтра будет тоже насыщенный день. А сейчас отдыхать, спать. Завтра будет много разъездов. Босния, Герцеговина, Черногория. Ну, вы все увидите сами. Пока. Смотрите в следующем видео. Стеснительный пограничник. Руси. Что? Камера. Нас тормознул боснийский полицейский. Все уродно. Что? Все уродно. Ты спишь английский? Ледов. Я пробую боснийский самогон. Ай, у вас ураки. Али, кружки. Ой, что-то такая крепкая. Лай, ес, спасибо. Затариваемся пивасом. В общем, пивас местный стоит одну марку. Это где-то 35 рублей. Уминаем мощный боснийский бургер. Друзья, на обед у нас снова плескавится. На это разбой с ним. Философствуем. Как говорится, жить хорошо. А хорошо жить, как говорится, еще лучше. Ага. А плохо жить, лучше не жить. Добрый день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...